Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders, помогаю фаундерам IT-компании находить много крупных клиентов. Меня часто спрашивают, Дмитрий, раньше мы изделили на выставки и конференции. У нас было много разных клиентов, крупных контрактов и так далее. Что нам делать во времена карантина, когда офлайн-мероприятий немного, и мероприятия чаще всего проводятся онлайн? Есть такой лайфхак, который позволит вам находить ребят, которые проводят онлайн-эвенты, которые участвуют в онлайн-эвентах, и общаться с их аудиторией. Вот смотрите, предположим, ваша аудитория стартапа. Как это работает? В LinkedIn есть такая классная фишка. Вот смотрите, стартап. Ищем результаты для стартапа. Это базовый LinkedIn бесплатный. Есть такая вкладочка мероприятия. На вкладочке мероприятий у нас все мероприятия, у которых в описании есть слово стартап. И мы, перебирая по названиям, looking for talent, looking for work, это, наверное, не наше. Нам нужны фаундеры стартапов, которым мы сможем продать свои услуги. Ну вот смотрите, например, стартап stories, how to get your first customers. Например, мы пойдем сюда. То есть мы можем, первое, что сделать, это брать список мероприятий. Второе. Принять участие в данных мероприятиях. Я здесь уже кликнул, я там прокликал некоторые. Тут у вас будет кнопочка «Принять мероприятие». И когда вы кликнули на эту кнопочку, у вас появляется список участников. И вот здесь смотреть всех, вы получаете список LinkedIn профилей всех участников. Что с ним можно сделать дальше? Первый вариант, его можно спарсить. Второй вариант, его можно ручками просмотреть и посмотреть, есть ли среди тех участников, кто нас интересует. Ну вот посмотрите, Карим Сумар, кофаундер SEO InstaRide, Торонто, Канада. Ну вот фаундер стартапа, хорошо. Хорошо. Тарик Аленсери, SEO at Playstone, фаундер SEO at Benefit, кофаундер, адвайзер, инвестор. Ну то есть мы видим, что SEO at Potent Lead, Potent Lead и так далее. Видите, то есть аудитория достаточно интересная, скажу больше. Соответственно, с этой аудиторией можно уже выстраивать доверительные отношения. Причем, что у вас есть прекрасный повод, вы вместе будете участвовать в этом и том же мероприятии. И это уже хорошо. Более того, скажу вам так, что по многолетним наблюдениям фаундеры компании всегда чекинятся, всегда регистрируются, но очень редко участвуют. Поэтому повод на самом деле хороший, потому что, видите, вот здесь, сколько их у нас здесь? Мы смотрели, у нас их несколько сотен здесь, да? Видите, здесь 446 участников. То есть уже неплохо, уже целевые ребята и так далее. Соответственно, можно выбирать списки тематических мероприятий. Второе, парсить эти контакты, либо руками, либо с помощью тулов. И персонализированно писать сообщения, что, воу, вот у нас совместное мероприятие и так далее. И на эту тему общаться. Первый вариант. Второй вариант, более продвинутый, который мы использовали на Web Summit. Мы регистрировались к участию, платили деньги за участие, получали доступ к мобильному приложению, в котором было несколько десятков тысяч контактов. Парсили это приложение, находили по имени, фамилию и компании соответствие с LinkedIn профилем. Там точно где-то процентов 90 получалось. И потом выбирали тех, кто нас интересует. В итоге сгенерировали базу, порядка 40 тысяч контактов, фаундеров компаний, фаундеров стартапов, которые потом отдавали своим клиентам для работы в аутсорсинге или генерации. Вариант более сложный, более затратный, но вполне реальный. То есть нужно найти мероприятие интересное, купить туда доступ. От 400 до 1000 евро это стоит. Получить доступ в мобильное приложение, спарсить контакты и дальше выстраивать с ними отношения уже в LinkedIn напрямую. Но вы четко знаете, что это люди, которые так же, как и вы, могут потратить на мероприятие 400, 800, 1200 евро и так далее. Вот такой вот вариант, который может быть вам интересен. Поэтому ивенты живы. На ивенты собирают большое количество в онлайне, большое количество интересных потенциальных лидов. И желаю вам использовать этот подход для выстраивания доверительных отношений с потенциальными клиентами. Кому будет интересно более подробно и более детально, пишите нашей команде. Встретимся, договоримся, обсудим, поймем, чем может быть друг другу полезно. Всем хорошего дня. Пока-пока. Продолжение следует...